Беседа с Владыкой Стефаном, архиепископом Санкт-Петербургским и Северно-Российским. Владыка, тема сегодняшней нашей беседы на молитву Отче наш. Мы знаем, что это самая главная, самая важная молитва, которую имеет христианская церковь. Хотелось бы знать, почему именно эту молитву Господь Бог зачем-то дал ее нам. Думаете, что если с должным вниманием отнестись к толкованию этой молитвы, во многом можно было бы изменить свое мировоззрение. И хотелось вас спросить, какую пользу может принести эта молитва и наоборот, какой вред. И кто и в какой мере, и в какой вере, вернее, мог бы так обратиться к Богу Отче наш. Насколько мы знаем, что ветхозаветные и там строились отношения с Богом на страхе, на слабословие, на угождение, на жертвоприношение, вплоть до человеческой жизни приносили, чтобы умилостивить Бога. И никому бы и в голову не пришло самого Бога назвать Отче, а тем более там любить. Знали, что надо Его бояться. И, ну, как бы Бог был справедливый. И я буду вам, наверное, зачитывать по строчке. И вы объясните нам. Отче наш, и же и все на небесе. Да, получается, что та молитва, которую дал нам Господь, она не только учит нас, как обращаться к Богу, как строить отношения с Богом, но и закладывает определенную базу мировоззренческую. Интересный момент, да, соглашусь, что она начинается со слова «отец». То есть, это как бы, ну, вот, как дирижер, там, перед тем, как начать воспроизводить какую-то музыку, он задает определенную тональность регента, хора. То есть, некую ноту, относительно которой дальше выстраивается музыкальная гармония. Также и здесь, вот это первое слово, оно как бы задает определенную гармонию во взаимоотношении, дает как бы некий нам ориентир, какого взаимоотношения с человеком хотел бы Бог. Именно Отец наш, Отче наш. Дальше идет строчка «Сущий на небесах». То есть, «Отче наш» и «Жи еси на небесах». То есть, как бы, показывается некая данность, что Бог, Он существует на небе. Ну, это и говорит о неком таком, скажем так, дефиците общения, что ли, да, то есть, Бог не здесь, а Он где-то на небесах. Но в дальнейшем, как бы, идет вот раскрытие вот самого сюжета этой молитвы и объясняется, каким образом человек мог бы войти в более близкие взаимоотношения с Богом. Но пока начало молитвы, оно вот нам говорит о двух таких вот важных вещах, что это Отец, то есть, показывает наше сыновнее достоинство. Вообще, сам весь Новый Завет, он и построен на таком вот переходе от взаимоотношений с Богом, основанных на справедливости, на страхе, к взаимоотношениям с Богом, основанным на любви и на желании, как бы сыновнем желании Ему служить, наверное, так вот, начало. Да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небесе и на земле. Вот, вот здесь мы уже подходим к тому, какое желание надо иметь нам. Подходим к вектору, к направлению, по которому должно двигаться наше расширяющееся взаимоотношение с Богом. Да светится имя Твое. Понятно, что имя-то Бога светится, оно вне зависимости, хотим мы этого или не хотим, просим мы об этом или не просим, вне зависимости от наших просьб, желаний там и чего угодно, имя Бога светится. Понятно, что здесь имеется в виду не то, чтобы вот мы просили, чтобы оно светилось, потому что оно там не светится, или освечение Бога, имени Бога, каким-то образом зависит от наших просьб или нашего желания. Дело здесь не в этом. Дальнейшая строчка, она объясняет. На земле, как и на небе. То есть, это говорится о том, что мы просим, чтобы имя Бога светилось внутри нас, на нашей земле, на земле нашей личности, нашего сознания, нашего естества. То есть, мы просим в прямом смысле, чтобы мы стали небом. Чтобы наша внутренняя земля, она стала небом. Чтобы Господь светился внутри нашей духовной, интеллектуальной, чувственной земли. И, конечно, здесь упоминается также воля. Чтобы была воля твоя. То есть, мы вообще говорили об этом не раз уже, о таком вопросе, как столкновение двух воль. Воли Бога и воли человека. Человек, особенно в начале такого духовного своего пути, он воспринимает увеличивающееся такое влияние Бога, церкви, каких-то духовных вещей на самого себя, как некая такая экспансия. Вдруг, церковь начинает занимать там в нас все больше и больше места. И человек немножко пугается на первых порах. Ну и бесы, конечно, в этом очень помогают в развитии этого страха. И вот здесь мы просим, чтобы воля Бога проявлялась в нас. Но, как апостол Павел сказал, уже живу не я, но живет во мне Христос. Вот тот образец, к которому нам надо подойти, чтобы мы не мешали своей волей совершаться в нас божественной волей, божественному произволению. И чтобы чем дальше, тем больше Бог бы был свободен в нас. Ну вот мы же знаем, что такое свобода для человека. Свобода для человека – это прежде всего свобода от греха. Свобода в высшем смысле понимания этого слова «свобода» от греха внутри нас самих. А что такое свобода Бога? Свобода Бога как раз и состоит в том, что Господь свободно действует внутри нас, как конкретного взятого человека, так и человечества вообще. И получается, что Господь, Он не лишает человека воли, Он все творит в человеке согласие человека, не нарушая его свободную волю. И вот получается, что давая Богу место и возможность действовать внутри нас, мы как бы освобождаем Бога, мы даем Ему свободу действия. И вот эта строчка, мне кажется, ну как бы так вот, если философски что ли, поразмышлять здесь, то вот, наверное, она как раз об этом, о том, о чем сейчас мы говорили. Ну вообще вот досветиться имя Твое в русском языке, оно как бы какое-то такое, ну, понимание дает, как будто от нас зависит, чтобы оно светилось. А в греческом языке оно совсем по-другому понимается. Допустим, а есть это оно массу, там уже говорит, оно светится, вот как бы в понимании, в греческом языке ты уже понимаешь, что оно независимо от тебя, оно светится. Ну здесь немножко есть такое разное понимание. Ну вот слово хлеб, наверное, его надо понимать в более обширном смысле, чем просто вот буквально хлеб. Вообще слово хлеб, если попытаться вот понять его происхождение, его смысл, то, наверное, все-таки слово хлеб происходит от слова хляби. Ну вот хляби небесное или там, может быть, оно так вот упоминается. Хляби это, в широком смысле, это запасы. Если вот найти какое-то подходящее слово с русского языка, то, наверное, вот хляби это запасы, припасы. В данном случае, наверное, имеется более широкое такое вот толкование, это не только еда. То есть мы просим не то, что там дай нам еды, конкретно хлеба, а, видимо, всего того, что является необходимым для нас. Интересно, что это сказано не на протяженности жизни нашей, а именно днесь. Если попытаться вот на русский это перевести, то это, наверное, будет как бы на каждый день. То есть, ну, сегодня. Вот почему-то здесь просьба эта не простирается. Не всегда нам давай, не дай нам навсегда. А именно вот почему-то используется слово день как некий отрезок времени. Наверное, это как раз перекликается вот со словами Христа, когда Господь там вот этому безумному богачу, ну, после того, когда этот богач говорит, что теперь у меня много всего, там до конца жизни хватит, Господь говорит, в эту же ночь у тебя это все заберут в безумец. То есть, получается, что вот это слово на сегодня, вот днесь, да, оно имеет значение, наверное, в том смысле, чтобы мы не слишком как-то простирались и обесценивали. Мне кажется, как-то теряет ценность то, что ты получаешь, вот, ну, получил и все, и навсегда. А здесь вот это вот получение, как бы акцент такой делается на то, что мы сегодня, ну, как бы вот каждый день мы получаем то, что нам надо, просим это получать, чтобы это было изо дня в день. Вот какой-то такой вот акцент интересный сделан вот в этой строчке, если вот о хлебе. И остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим, вот такое объемное, здесь, наверное, толкование должно быть, да, вот как вы это видите, поскольку я вот на каждой литургии слышу возглас, когда вы говорите, там, не знаю точно, как Владыка удостой нас без осуждения. Исподобие нас не осужденно сметь и призывать, и тебе небесного бога отца и помогать. Все время страшно становится, ну, лично свои ощущения говорю, боюсь я эту молитву. И я не знаю, насколько чисто у меня в сердце против обидящих. И поэтому, как бы мне немножко страшно становится толкование на эту молитву. И именно вот на вот эти стройки, конечно, несколько томов написано и много толкователей. Но очень хорошо на эту тему Максим Исповедник объясняет. Вот хотелось бы, чтобы доступнее было понять, что скажете вы. Как вот именно вы обращаетесь и говорите, дай мне смелость, безбоязненно и прочесть вот эту «Отче наш». Вот эта строчка, она, да, по своему смысловой нагрузке, она, наверное, чуть ли не самая главная в вот этой молитве. Как я уже сказал, вот сама молитва, она идет от слова «мы», а не от слова «я». То есть Господь в образце взаимоотношений с Богом очень не случайно использует именно «мы», «остави нам», «отче наш». Никак не, эта молитва не звучит как бы вопрошением или просьбой личности к Богу, да, вот «я», «отец мой», там, «дай мне». Вот здесь во множественном числе и это крайне важно. Эта строчка, она показывает нам то, что наши взаимоотношения с Богом выстраиваются, исходя из нашего взаимоотношения с окружающими нас людьми. Вот сама идея того, что наши взаимоотношения с Богом, с невидимым, мы не можем с ним поговорить лично, да, они выстраиваются, исходя из нашего взаимоотношения с, ну, как человек, образ и подобие Божие, да, как бы вот с образом и подобием Бога мы строим взаимоотношения с Богом. «Оставь нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим», вот это самый такой ключевой момент. То есть получается, что тот суд, который предстоит нам в будущем, сам вот уголовный кодекс, тот самый, по которому мы будем судиться, мы выстраиваем из вот того, как мы строим наши взаимоотношения и осуждаем или оправдываем тех людей, которые находятся рядом с нами. То есть если ты строго ведешь вот эту линию, да, основываясь на справедливости, то, соответственно, по отношению к тебе и суд будет такой же, исходя из справедливости, исходя из строгости. И если ты оставил, простил, то, соответственно, ну, у тебя есть надежда, что и тебе простят и оставят, потому что если ты судишь на основании любви, то и тебя будут судить на основании любви, а если ты судишь на основании справедливости, то и сам будешь подвержен суду справедливому. И вот интересный момент, что, ну, если я не путаю ничего, вот в армейском варианте там вообще сказано, «Оставь нам долги наши, как и мы оставили должникам нашим». Ну, видимо, в переводе это звучит как «а не оставили», а «оставляемо», потому что, ну, наверное, было бы несколько нечестно вот говорить так, так же, как мы оставили должникам нашим, потому что мы не оставили на самом деле, да. У каждого из нас есть какие-то, ну, в большей или меньшей степени долги, которые мы не простили, мы не оставили. И мы считаем, что человек нам должен либо это вернуть, либо он должен быть наказан за это. Вот такие вещи, они мешают нашему взаимоотношению с Богом. Ну, из-за этого и сделали вот перевод, наверное, как и мы оставляем. То есть, ну, мы стараемся оставить. Это не значит, что мы никогда не простим и не оставим. Мы оставляем, хотим простить и работаем в этом направлении, да, над самими собой. Вот, наверное, вот так. Ну, немыслимо, чтобы человек, ну, я говорю о православных, о тех, которые находятся в церкви, а тем более в истинной, которые будут нести двойной, как бы, ответ перед Богом, да. Бог удостоил всё-таки нас быть не где-то, не в МП, не где, а вот именно в истинной церкви. Ну, и спрос, наверное, будет с нас посерьёзнее. И немыслимо человеку пренебречь тем, что вот в этой молитве Господь Бог с человеком выстраивает родительские отношения. Он говорит, обратись ко мне как к отцу. И чтобы вот недооценить именно вот этот факт, а зацепиться за вот это временное, земное. И даже когда от Матвея, по-моему, Евангелие говорит, не бойтесь убивающих тела, душу же не могущих убить, да. Каждая строчка, о которой я говорю, она мне прошла через моё сердце. Мы стараемся, простили, молимся, чтобы каждый, кто причинил зло, кто жизнь даже отнял у нас, чтобы они обратились к Богу, нашли покаяние. Во всяком случае, чтобы из-за нас Бог никого не наказал. Думаю, да, это нелегко над этим работать. Думается, что тяжело жить самому человеку, который не прощает. Почему? Потому что тот, который творит зло и не находит покаяния, это зло и злые его действия являются его уже как бы второй сущностью, что ли. Правильно говорю? Не знаю. Ну, он своё дело делает. Думаю, не надо, наверное, на него смотреть, да, на то зло, причинённое тебе, исходя из того даже, что Господь Бог сказал, волос твоей головы не упадёт, если я не знаю, да, без моего ведома. Так, говорит. Значит, зачем там Бог попускает нам вот эти вот случаи пережить? Попускает, чтобы вот ближний обманул, дальний наказал, родственник, что-то... Ну, какие-то такие моменты неприятные в жизни, которые не бывают они без Бога. Это попущение называется, да, Божье? Если это так, то как можно... И ещё, если Бог говорит, отмщение оставь мне? Или неправильно я что-то говорю? Ну, дальше, дальше в чём вопрос? Ну, в том, что вот не надо ни обиду держать, ни зло держать. Нет, да, моя, вот лично я понимаю так, вот, любовь к врагу, зло тебе вот человек причинил зло. Вот моя любовь заключается в чём? Я зло не желаю, плохо не хочу. Если, не дай Бог, что случится, и от меня будет зависеть эта помощь, ради Бога я её окажу. Ну, естественно, чё кривить душой, любить как своего благодетеля, там, ну, я не смогу, у меня такой любви не будет. Моя любовь будет заключаться вот только вот здесь. Что не желать зла, не радоваться неудачам его, и если нужно, я помогу. Правильно это или нет? Ну, сложно сказать, здесь, если мы говорим о молитве, вот, как она нам дана, ну, как некий идеал, да, то, конечно, всё правильно. Другое дело, что бывают какие-то моменты, ну, в которых требуется проявление, ну, как сказано, власть не зря носит меч. Вот, так же и это касается власти и духовной в то же время, да, то есть, если говорить вот о каких-то конкретных вещах, то это может иногда как-то выглядеть и не так просто всё, да, но вот в том, как нам заповедано это Богом, мы должны чётко понимать, что агрессивность в восприятии близкого человека, она неизбежно окажет влияние и на нас. То есть, соответственно, мы будем формироваться с какой-то определённой ущербностью. Такое жёсткое и тяготеющее к справедливому возмездию наше отношение к нашему ближнему, соответственно, породит в отношении нас тоже такой суд с акцентом более на справедливость, чем на милость. Это вещь, как бы, ну, в молитве чётко это сказано. Относись к нам так, как мы относимся к тем людям, которые по отношению к нам являются должниками, да. Ну, и так же и в притче, там, в Евангелии, которая приводится, об этом говорится. И это так. Другое дело, что жизнь бывает как-то посложнее, какие-то выдаёт нам моменты, но в целом надо понимать, что вот такое отношение, оно идеальное. Ну, вот я могу зачитать сейчас здесь Максима Исповедника, который говорит. И, конечно, Господь желает нашего примирения друг с другом не для того, чтобы научиться у нас примиряться с согрешившими и согласиться на возмещение многих и ужасных обид. Но Бог для того желает этого, чтобы очистить нас от страстей и показать, что душевное состояние тесно связано с благодатью. И вот мне хочется сказать, какой грешник, какой ущерб, какой враг стоит того, чтобы потерять эту благодать из-за него. Конечно. И дальше он говорит. Поскольку невозможно иначе естеству добровольно бунтующему против самого себя принять неизвеченное снисхождение божества. Тот, который зло причинил, он уже забыл про тебя. Он наметил другое. Новую жертву. Другой, да. Новую жертву, другой объект. Он своё дело делает. А я остаюсь с этими мыслями, переживаниями. И вот он говорит, чтобы ум очистить, сердце очистить, чтобы было соединение снисхождением божества. И ещё говорит. Ибо благое душевное расположение к опечалившим необходимо обоим для их же пользы. Но мы сейчас не берём тех, кто нас обидел. Почему? Потому что мы их оставляем в руки Бога. Отмщение моё. Ради Бога. Ради того, как вы сказали, что как мы будем воспринимать, так нас воспримет Господь. Как мы поведём себя с ближними и насколько мы будем жестоки. Если так посмотреть, честно, добросовестно посмотреть, мы требуем то, чего Бог даже от нас внутри. Я не знаю такого дня, какой день, часа, чтобы я могла прожить предельно чисто. Вот в мыслях даже. Или как-то. Вот я безгрешна. Я не знаю. Но Бог же меня прощает. Я каюсь, я прошу. Да? Но есть такие, опять здесь говорит Максим Исповедник, что Бог даёт солнце и злым, и добрым, и дождя, как и святые отцы говорят. Хочу сказать, пока человек из жизни не ушёл, пока он не умер, мы не можем вынести вердикт, что он уже потерянный или пропавший. Мы не знаем, что завтра с ним случится, как вот этот разбойник на кресте. Первый вошёл в рай. Вот исходя из этого даже, уже можно, наверное, своё сердце как-то тяжело прощать, я знаю. Но нужно вот работать над собой, чтобы всё-таки вот прощать согрешившего против тебя. Это необходимо? Или всё-таки надо вынести на справедливость? Ну, я ещё раз повторю, что в зависимости от частного случая. Потому что есть вещи, которые надо решать. И святыми отцами также после многочисленных каких-то попыток примирения и возвращения к нормальному ходу вещей были отлучены от церкви какие-то еретики или там плохо поступающие люди в какой-то сфере. Поэтому здесь, смотря о чём мы говорим, если мы говорим о молитве, которую я сейчас разбираем, то, по-моему, достаточно сказано, что свои взаимоотношения с Богом человек строит из модели своих взаимоотношений с близкими людьми. Поэтому понятно, если ты хочешь по отношению к себе суда с милостью и на основании любви сыновнего, как бы, да, отцовского, вернее, суда, то, соответственно, и ты должен также относиться к людям. Если же ты ищешь справедливого суда, то он к тебе будет применён, если ты только со справедливостью подходишь к долгам. Ну, притчу ту, опять же, приведу, когда господин, там, царь простил своего должника, а тот пошёл и стал трясти своего должника, соответственно. Ну, и всё это вернулось к тому, что его снова привели к царю, и царь его, значит, посадил в тезлицу, пока он не отдаст весь свой долг. Вот, речь об этом. Какие-то частности, ну, бывают разные вещи, но вот, исходя из этого, вот так. Ну, я думаю, чтобы перейти к завершающему этой молитве, нам даст право, наверное, только если мы действительно прощаем, и не введя на свои искушения, но избавим нас от лукавого. Ну, как перейти вот к этому этапу, ну, с камнем на сердце? Почему, если ты не прощаешь, ты уже и благодать теряешь, и там взаимосвязь с Богом, вот это всё. Это не потому, что надо простить, что злодей, он этого заслуживает, или он такой вот, ну, ладно, ничего страшного, ну, наказал меня, там, обидел меня, плохо сделал мне, ничего страшного. Нет, вообще речь сейчас даже не о тех, кто зло творит, речь о тех, кто терпит. Вот так. Ну, хотя здесь ещё больше должен задуматься тот, который зло несёт. Ну, вот и невидимое свое искушение, но и смазы нас от лукавого. Здесь, наверное, имеется в виду не то, чтобы мы просим, чтобы мы были избавлены от испытаний. Скорее всего, здесь имеется в виду, чтобы мы не пали в этом испытании, потому что, ну, вот, даже царь Давид в псалмах там обращается к Богу со словами так, ну, контекст которых можно так выразить «испытай меня». Вот, то есть мы просим здесь, чтобы нам не пасть, как бы не провалить вот эти испытания, да. Избавить нас от лукавого здесь тоже, опять же, имеется в виду, наверное, не то, чтобы избавить нас от столкновения со злом, во главе которого стоит именно личность, личность дьявола, да. Вот, мы не просим какого-то, ну, как вот где-то на фронте пребывания в штабе писарем там отсидеться, да. Вот, мы просим, чтобы вот это лукавство, это зло, оно не укоренилось в нас, именно в нас. Путем либо неправильного восприятия, либо неправильных действий, либо неправильной оценки, либо ложнонаправленных чувств, чтобы именно вот зло само не имело какого-то плацдарма, вкрапления какого-то в нас, вот этого мы просим. Ну, и опять же, еще раз обращу внимание, не во мне, а в нас. Почему? Потому что, как и в любом войске, если слева там, ну, допустим, наша рута стоит здесь, в этих окопах, а слева и справа от нас другие, да, подразделения, так вот, если их разобьют и выбьют из укреплений, соответственно, и мы получим фронт слева или фронт справа. Вот, то есть, чтобы мы четко понимали, что вот эта война духовная напрямую зависит от стойкости тех, кто стоит рядом с нами. Вот, то есть, если ты не имеешь рядом с собой крепких воинов, то, соответственно, и ты не устоишь. То есть, мы напрямую, наш военный успех в деле борьбы с лукавым, как сказано, да, с лукавым как личностью и с лукавым как лукавым вообще чем-либо, оно напрямую зависит от успеха в этой борьбе тех, кто находится рядом с нами. И здесь также, если мы вдруг начнем стрелять по своим, то мы поможем им пасть в этой борьбе и, соответственно, прорвалим дело борьбы за нашу победу. То есть, эта строчка еще раз нам напоминает о том, что победа, не победа личности здесь как цель, а победа нашего войска, церкви воинствующей. Спасибо, Господь, Владыка. Ну, у меня был еще такой свой вопрос личный, что ли. Я никогда не прошу милости у Бога. Мне страшно то, что я ее просто недооценивала. Почему? Потому что я ее ощущаю все время, эту милость. Я ее ощущаю через людей, через какие-то ситуации. Даже в самом глубоком горе я милость Бога ощутила. Это грех, если не просить милости. Ну, сложно сказать. Я вообще не живу в таких категориях, как я уже говорил, там грех не грех. Вот, я не распределяю, у меня нет какого-то жесткого распределения. Вот это грех, вот это не грех, там. Вот, ну, есть определенная особенность взаимоотношений с Богом у каждого человека. И не значит, что если кто-то там ставит акцент на просьбах, а у кого-то акцент, наоборот, в отсутствии каких бы то ни было прошений. И то и другое, конечно же, основано на Евангелии, на словах Бога. Если один может сказать, что он основывается на словах Бога, просите и дастся вам, то другое основывает отсутствие просьб на, опять же, на словах Бога. Не будьте многословны, как язычники в своих молитвах. И есть люди, которые вообще ничего никогда не просят, потому что считают, что Господь и так все даст. Да, так же и здесь у конкретного человека есть какие-то свои особенности взаимоотношений. И мне кажется, нельзя так говорить, грех это или не грех. Это неплохо, это просто есть какие-то особенности. Мы все личности и все очень разные. И, соответственно, наши взаимоотношения с Богом очень и очень разные. Поэтому, видимо, такая особенность. И, конечно, если человек понимает, что милости на нас изливаются дождем просто, если человек не умеет этого видеть и, не замечая этого, начинает просить еще какой-то милости, то да, это некоторая неблагодарность может быть в этом просвечивает. А с другой стороны человек, который все это видит и просит, чтобы в дальнейшем это все было, тоже имеет какое-то свое такое воззрение на этот вопрос. Я всегда стараюсь, чтобы человек был как можно более свободен. Ну, как сказано, к свободе призваны вы, братья. Вот, чтобы человек был свободен, чтобы было как можно меньше каких-то табуирований. Вот, особенно, когда вот некоторые священники, особенно там, ну, в Московской Патриархии, понятно, там, это официально православие, они пытаются всячески табуировать. Вот это грех, так нельзя, это грех, должно быть вот так. Да, и в греческой тоже, мы как бы вот на этом выросли. Да, да, вот поэтому здесь так же, мне кажется, не надо так вот слишком загоняться там, чтобы должно как-то быть это вот академически там, да. У человека есть свои особенности, у тебя такая, у меня такая, у кого-то другая особенность. Вот, то есть, мне кажется, здесь нужно как-то несколько быть свободнее, главное, чтобы это было все искренне, и все это венчалось, конечно, прежде всего, любовью. Ну, в заключении, Владыка, я, конечно, вас благодарю, и что бы вы нам пожелали, потому что мы разбирали сегодня самую такую ответственную Господнюю молитву. Наверное, пожелание простое, и самому себе, и всем не мешать действовать Богу в нас, потому что многие люди, вот, вставая на духовный путь, они задаются множеством вопросов, как сделать лучше там, как, то есть, они всячески пытаются себя вставить в какую-то линию поведения, в какую-то придуманную ими, ну, может, придуманную слишком другое слово, но планируемую ими линию, которая приведет их к Богу, да, вот в духовном делании. И часто забывают о том, что поначалу, особенно, да и в дальнейшем духовном пути, очень важно понимать одну простую вещь – надо не мешать Богу действовать в нас. Понятно, что планирование какое-то нужно, направленность своей духовной жизни как-то выверять, да, выбирать тот способ взаимоотношений с Богом, тот способ служения Богу, который максимально нам подходит, как вот Серафим Заруский сравнивал духовное делание с трудом предпринимателя, да, вот смотреть, где лучше прибыль будет нам. Но, с другой стороны, очень важно не забывать о том, что Бог достигается нами не только благодаря нашим усилиям, а и встречным движением Бога к нам. И также это касается и действий, и понимания, и всего остального. Мало того, что мы будем планировать наши действия, осуществлять наши действия, надо не забывать о том, что мы очень часто мешаем, соответственно, действиям Бога внутри нас самих. Мало понимать Бога, надо быть понятым Богом. Мало верить Богу, надо так, чтобы и Господь нам верил. И мало двигаться к Богу, надо еще не мешать Богу двигаться к нам. Вот этого я хотел бы пожелать и себе, и всем нам. Спасибо, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok